Я представляю Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, то подразделение, которое организует и непосредственно осуществляет обмен информацией по компьютерным инцидентам со всеми субъектами ГОСОПКО. Поскольку организации кредитно-финансовой сферы входят в субъекты КИИ, соответственно, нам с вами нужно организовывать взаимодействие. Взаимодействие по каким вопросам? Есть обязательная часть, которая обусловлена требованиями 187 ФЗ, и часть добровольная, про которую я сейчас расскажу, это те сервисы, которые мы в рамках ГОСОПКО запустили. Где-то в декабре месяце Финцерт выпустил письмо, запрос в адрес всех банков, и, я так понимаю, страховых, да? Вот такой скоб. Всех поднадзорных практически, но страховые банки были первыми. С вопросом, каким образом вам предпочтительно передавать информацию об инцидентах в НКЦКИ. И мы получили порядка 600 ответов. Ну, нас порадовало то, что мы всех о вас узнали. Мы эту информацию, бумажные письма обработали, девчонки в секретариате были рады. Не рады были мы. На самом деле, те, кто анализировал эту информацию, ответа на вопрос, который мы хотели задать, в большинстве писем не было. Поэтому я сейчас об этом немножко поговорю. Но сначала на тему, собственно, для чего этот обмен и как мы эту информацию планируем использовать. Одной задач ГУСОПКО и, собственно, НКЦКИ является создание механизма информационного взаимодействия, информационного обмена между участниками системы о не только компьютерных инцидентах, но и вообще о той вредоносной активности, с которой сталкиваются на местах участники системы. Мы довольно долго, уже более пяти лет, вот эту систему, этот механизм информационного взаимодействия развиваем. И прошлый год был, наверное, первым, когда мне это начало... Результаты этой работы стали очевидны и мне, и, в общем-то, всем участникам системы. Появился реальный поток информации о вредоносной активности, и из этого потока стали рождаться инциденты, скажем так, ну, то есть выявленные инциденты на объектах, в том числе и критической информационной инфраструктуры. Наверное, это связано с тем, что мы достигли вот этого порога объема информации, которые к нам приходят, и после этого порога информация об вредоносной активности, которая там есть, стала находить те или иные пересечения с другими участниками. Сейчас расскажу, как это все работает. Возьмем один из примеров, одно из наших направлений специализации, это АПТ-атаки. Мы много работаем в этом направлении, много инцидентов видим, анализируем их, и не секрет, что время, среднее время присутствия злоумышленника в системе при таких атаках слишком велико, годами может измеряться. При этом выявление осуществляется, ну, как правило, с помощью выявления каких-то аномалий. Не всегда ловят штатные средства защиты. Нужен процесс анализа аномалий, который автоматизируется очень слабо. То есть это нужен пытливый ум, внимательный сотрудник, который заметит подозрительное письмо, взаимодействие с адресом каким-то. У него должны быть компетенции по анализу процессов системных прикладных. Он должен уметь выявить программные модули, он должен уметь их разобрать, проанализировать, должен уметь разбирать с сетевым трафиком, должен уметь писать сигнатуры и ойки для того, чтобы можно было это использовать дальше. То есть набор компетенций, который в целом, в среднем по стране, по объектам Киеве сейчас очень мало где есть. В кредитно-финансовой сфере, наверное, побольше. У вас в среднем уровень зрелости в области информационной безопасности выше, чем у других. Но так или иначе, мы организовали на самом деле два сервиса. Пришли нам подозрительное письмо. Мы тебе скажем, что это такое. И пришли нам сообщения о том, что я выявил какую-то аномальную активность или вредоносную активность в отношении себя. Был какой-то период, когда мы набирали статистику, объем этой информации. В этом году прямо начало работать очень хорошо. Присылают подозрительное письмо. С точки зрения организации, которая это письмо выявила, затрат вообще никаких. Информация, которая оттуда получается по статистике, следующая. Сегодня на первой пленарной сессии Георгий Иванович говорил, что из фишинговых писем открывается 18%. То есть из 100 писем 18 получателей его откроют. Получая, сообщая нам, присылая нам e-mail такого письма, вы вносите свой вклад в следующий процесс. Дальше что происходит? Если отправитель реален, как правило, это где-то у нас стоит, поскольку если уж с реальных отправляют, то очень часто бывает, что используется просто реально скомпрометированный источник. В этом случае мы почти всегда получаем полный список рассылки. Если объект подменен, то процент, конечно, меньше, но все равно получаем. И в России, и за рубежом, за рубежом где-то процентов 30, то есть треть где-то рассылок с партнерами удается идентифицировать, в России побольше. Так или иначе, средняя рассылка образцов ВПО по этому году порядка 30-40 адресов получается. Соответственно, смотрите, 18%, пятая часть, это предоставив одно такое сообщение, один такой подозрительный файл, вы предотвращаете или помогаете выявить инциденты в среднем на шести объектах получается. То же самое и про IP-адрес, например, видите, подозрительное взаимодействие с IP-адресом, иногда присылают образцы трафика, которые в этом есть, даже несмотря на то, что они там шифрованы, их не всегда можно идентифицировать, но иногда можно идентифицировать, отнести к конкретному семейству, там того же АПТ. И в этом случае это, например, промежуточный центр управления, получив информацию о котором, можно получить сразу информацию о других зараженных объектах, и в этом случае мы тоже всем сообщаем и помогаем этому делу противодействовать. То есть обмен, который со стороны организации участника не требует никаких затрат ни финансовых, ни человеческих, приносит реальную пользу в масштабах сообщества. Собственно, какую информацию еще мы получаем от участников, помимо информации о инцидентах. Кстати, информация об инцидентах. Мы получаем и собираем и в части обязательного предоставления информации, собираем только ту информацию, которая касается вредоносной активности. Нас интересует, если это вредоносное программное обеспечение, нас интересует информация о нем. Хэш-суммы, центры управления, способы распространения, которые были выявлены вами. Нас не интересует фамилия сотрудника, который заразился, что вы с ним сделали и какие меры вы предприняли для того, чтобы с этим процессом, с этим явлением бороться. Нас интересует информация, которая может быть полезна другим участникам системы. Здесь мы хотим сделать и выстраиваем систему таким образом, чтобы участники организовали на своем уровне процессы, в том числе реагирования на инцидент, таким образом, чтобы информация, нужная системе, нужная другим участникам, рождалась, естественно, в процессе жизнедеятельности. И наоборот, та информация, которая будет приходить от нас, от центров госсобки, должна имплементироваться, естественным образом ложиться в средства защиты, например, информации, или в процесс выявления вредоносной активности. Итак, что это сейчас, на данный момент? Помимо информации об инцидентах, которые у нас 10 видов инцидентов, для каждого есть общие поля, есть раздельные. Там порядка получилась общей сложности, ну, немного их там. На 10 инцидентов 80 полей, по-моему, собираем. Это обязательная часть. В качестве добровольной части мы готовы и умеем обрабатывать сообщения электронной почты на e-mail, подозрительные файлы, умеем быстро говорить, давать ответ на то, вредоносный, не вредоносный. Если вредоносный, то вдруг, не дай бог, запустили, что делать? Можем помочь в этом случае практически в реагировании на инциденты. Это информация по компьютерным атакам, по источникам в основном. Это самые разные, начиная от брутфорсов и заканчивая определенными видами DDoS, эксплуатации уязвимостей. Здесь тоже все очевидно. Если это брутфорс, например, то это реальные IP-шники, на которых, скорее всего, сидят боты, которые что-то делают. И вот за прошлый год один поток информации, который никак не затрагивает те системы, которые пытались брутфорсить. Там не было ни одного успешного, но просто был такой поток информации о инцидентах, о вредоносной активности вот такого рода. Более 200 случаев, когда источники вот этого брутфорса находились в контролируемых объектах. То есть объектах КИИ или участниками вот этого информационного обмена. То есть это 200 признаков инцидента, так или иначе связанных с внедрением ВПО. Пусть ВПО было обычное, не опасное, и это не АПТ-угроза, но это брешь в системе защиты. То есть это повод посмотреть на систему защиты более пристально и проанализировать то, почему это произошло. Что мы делаем с этой информацией? На основе этой информации рождается 4 вида уведомлений. Это признаки инцидентов. То есть это вот как раз пример с брутфорсами или с рассылкой вредоносного программного обеспечения из какой-то контролируемой сети системы. Это уведомление об угрозах. Если мы видим рассылку на большое количество объектов отрасли или на несколько отраслей, мы всем нашим абонентам, партнерам по системе предоставляем информацию о том, что вот сейчас активизировалось распространение вот такого вредоносного программного обеспечения. Вот оно рассылается примерно таким образом, МД-5 такие, это делать то-то. Можете и не получить, но как правило получаются пересечения, когда… Хороший механизм. Данные об индикаторах вредоносной активности, получаемые по результатам анализа вредоносной деятельности, вредоносного программного обеспечения, и информация об уязвимостях программного обеспечения, которые публикуются или как с рядом вендоров Microsoft, например, немножко раньше, чем они публикуются в открытом доступе. Собственно, вот этот обмен на вход и на выход, он сейчас реализован, он работает. Получать мы умеем практически любую информацию в автоматизированном режиме. Есть интерфейсы, есть возможность получать и отдавать не руками, но и для тех, кто только начинает это делать, если просто сказать нам контактный пункт, с какой человеком, который будет в организации за это отвечать, мы включаем это в обмен. Сейчас это довольно просто. Теперь про то, что обязательно-необязательно. У нас есть федеральный закон, в котором сказано, что любой субъект КИИ обязан передавать информацию о компьютерных инцидентах, в данном случае в НКЦКИ. Для предприятий, для организаций финансовой сферы такое же обязательство есть в отношении Центрального банка. Что, о чем это говорит, и как мы видим это взаимодействие. Любая организация финансовой сферы является субъектом КИИ. Для всех субъектов КИИ, мы, собственно, и для всех вообще остальных организаций, которые могут войти в ГОСОПКО, строятся для всех субъектов информационных пространств российских, для всех российских информационных ресурсов. Мы строим единый порядок, который, надеюсь, будет удобен всем. Все могут выбрать из следующих вариантов. Либо предоставлять информацию и получать ее напрямую от нас, либо делать это через соответствующий ведомственный или корпоративный центр ГОСОПКО. В данном случае в финансовой сфере есть такой корпоративный центр, ведомственный центр, отраслевой центр, такое особое положение, особое название. Финцерт в данном случае строит систему взаимодействия с банками и финансовыми организациями по той же логике, по сути. Есть два вида возможностей, что касается предоставления обязательной информации. Либо нам, либо напрямую, как делают ряд банков, в основном крупные игроки, так и через АСОИ. Что касается информирования и о вредоносной активности и передачи информации по разным аспектам, о которых я вначале говорил, здесь еще один вариант добавляется. Можно использовать АСОИ для инцидентов, а информирование об угрозах осуществлять напрямую и получать информацию об угрозах тоже напрямую. Есть тут, ну, мы специально делаем как можно более гибкий инструмент и не пытаемся заставить только так. Есть и плюсы, и минусы у всех подходов. Из плюсов могу сказать, что получение информации напрямую от нас, оно объективно в любом случае будет немножко быстрее. С другой стороны, у Минцерта тоже есть, наверное, свои плюсы, информирование об угрозах, которые выявляются банками, других банков. В этом случае здесь преимущество во времени, наверное, будет у Минцерта. Что касается получения от нас информации об угрозах и уязвимостях программного обеспечения, о тех векторах, которые сейчас используются злоумышленниками, в любом случае полезно предоставить нам сведения о себе, ну, хотя бы о периметрах. Мы, кстати, Артем, от вас еще не получили информацию о периметрах в своей зоне ответственности. Для чего это, как это все работает? Все наши базы знаний о вредоносной активности представляют собой единую, вернее, вот в этой базе основная сущность – это IP-адрес. IP-адрес такой-то, так или иначе связан с вредоносным, с ВПО таким-то, этот участвовал в рассылке спама, этот участвовал в дедосах. Вот такого рода информации ее на самом деле очень много. И если мы знаем хотя бы периметры вашей, айпишники ваших периметров, вы будете получать полностью в автоматизированном режиме, туда, куда скажете информацию о том, какая вредоносная активность зафиксирована в отношении вот этих IP-адресов. Ну, все мы как-то так или иначе используем фиды. Мы в результате вот этой работы создали свой фид, уровень доверия которого, ну, очень высок на самом деле. То есть он основан только на информации о вредоносной активности, выявленной на контролируемых объектах, то есть на участниках, на объектах участников системы. Это большой плюс, на наш взгляд, вот именно уровень доверия к фиду, потому что мы тоже много перепробовали, большой путь здесь прошли, попробовали и платные, и бесплатные. И вот основной критерий отбора, помимо полноты, да и часто противоречащей полноте, находящейся в некотором контрах с полнотой, это всегда достоверность этого фида. Здесь мы получили довольно с высокой достоверностью этот самый источник информации. Собственно, вот получение этого фида связано с предоставлением нам информации о ваших периметрах, например. А если предоставите, например, перечень информации о вредоносном, о используемом вами программном обеспечении, будете получать адресную рассылку о уязвимостях, который выявляется именно в этом программном обеспечении, не во всех, а в программном обеспечении, которое есть у вас. Так у нас как сейчас устроено. Все уязвимости, которые, CVSS которых больше 7, они описываются и рассылаются по участникам системы практически в ежедневном режиме. Здесь вы будете получать из этого потока как-то приоритизировано то, что есть у вас. Собственно, вот. Теперь вернемся к тому, почему я здесь. Почему эти письма нас не устраивают. Есть закон. В законе сказано, информация о компьютерных инцидентах должна предоставляться в НКЦКИ. Теперь у нас или у вас есть несколько вариантов, как это делать. Но вы, выбирая этот вариант, должны нам четко сказать, что мы будем предоставлять информацию через Центр Госсобки, в данном случае через Финцерт. Или вы должны сказать, что мы будем... Нет, по умолчанию вы ничего не должны. По умолчанию вы должны предоставлять ее напрямую. Если вы предоставляете ее через Центр Госсобки, то у нас с этим Центром Госсобки есть соответствующее соглашение, по которому ответственность дальнейшая за передачу ее нам лежит на этом Центре. В данном случае на Финцерте. Если вы явно не сказали, что вы выбираете вот этот вариант, то мы не можем дальше говорить Финцерту о том, что где информация в инцидентах в отношении организации X. Поэтому у меня к вам большая просьба. Мы получили вот эти 700 писем. Сделайте еще одну рассылку. Вернее, направьте нам еще одно письмо, где будет четко сказано, организация такая-то приняла решение направлять информацию об инцидентах в НКЦКИ с использованием АСОИ. Или... Ну да, если нет, тогда можно письмо не писать. Мы будем считать, что... И будем ждать от вас информации напрямую. Ну, у нас на самом деле действительно тут есть еще организационные трудности. Положение об центре вышло не так давно. Внутренняя наша кухня, вот это там ФСБ, не ФСБ, НКЦКИ даже внутри ФСБ еще не все знают. И там... Есть нюансы с этим. Но и почтой России, на самом деле, доходят, если правильно послать, и... Ну и руками, да. Так. Есть у нас... Ну, во-первых, эту информацию по телефонам, которые есть у нас на сайте, там, церк.гоф.ру, можно получить в любом случае. Адрес наш для доставки руками это Молдогвардейская, дом 12 в Москве. Почтой на адрес там Большая Лубянка, дальше НКЦКИ доходит. Но... Если не дойдет, вы придете сами, я так понял. Не настолько все плохо. Смотрите, Алексей, я хотел вот немножко резюмировать эту тему. Почему? Потому что наша задача вот сейчас в этой секции понять, какова же схема. Потому что мы тоже так же эти письма, ответы получали, нам тоже не всегда понятно в итоге, какая организационную схему убирает. То есть, если я правильно понял, то мы получаем письмо. Соответственно, если в нем содержится упоминание о СОИ Финсерд, то информация идет по каналу через Финсерд. Нет, упоминания мало. Вот там много писем звучат так. Банк такой-то подключен к ОСОИ. Точка. Ну, мне это нравится. Мне это ни о чем не говорить. То есть, вот это говорит, да, о том, что вы подключены к ОСОИ. Но какой вариант предоставления информации в НКЦК он выбрал, из этого письма не следует. Соответственно, дальше я должен у вас спросить, где инциденты из этого банка или у банка. Тогда я предлагаю сделать следующий вопрос. Сейчас вот мы эту схему, потому что мы с этими письмами тоже очень много разбирались, есть масса вопросов. И чтобы, скажем так, оптимизировать этот процесс, вариант, который озвучил сейчас Алексей, что если нет ответа, то в соответствии с законом федеральным 187, все направляют напрямую в НКЦКИ. Да, но если ответ не тот, не содержащий этой формулировки, то тогда мы все равно звоним и просим переделать, но звонить приходится много. Должно быть явно выраженное решение, которое можно трактовать однозначно. Вот, мы и хотим сейчас к этому прийти. То есть, я думаю, что схема была нам понятна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!